Благослови Души, Моя Господа! 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 человека, то тут есть два момента. Все очень сильно зависит от того, как на вас смотрит этот молодой человек. Если он на вас смотрит однозначно, влюбленными глазами, если он уже в вас вцепился как в невесту, а у вас тут ну никак, то не стоит морочить ему голову. И нужно все-таки свидание в формате один на один прекратить. Потому что он будет страдать и надеяться. Лучше этого не делать. Нет, еще раз говорю, не значит, что вообще отказать в общении. Вы можете продолжать общаться в каких-то группах, вы можете приходить куда-то вместе, где-то видеться. Пожалуйста, приглядывайтесь к нему. Выходить замуж за нелюбимого человека я настоятельно не рекомендую. Поэтому если он вас не вдохновляет, то думать, что лет через пять после брака он вас начнет вдохновлять, это как бы наивно. Он должен вас вдохновлять. Почему он вас не вдохновляет? Давайте мы вспомним разговор, прошлую мою лекцию о том, почему нам кто-то нравится, а кто-то не нравится. Нам в целом нравятся люди, которые круче нас, или которые соответствуют нам. и нам не нравятся, которые люди нам не соответствуют. Если вам не нравится этот молодой человек, или эта девушка, значит, мы либо у вас там какие-то завышенные ожидания, возможно, мы об этом тоже говорили, либо это мезальянс. Не нужно влипать в мезальянс. Не появятся у вас горящие глаза по отношению к нему со временем, если он не соответствует вам по масштабу личности, ну не будет этого. Я не говорю про влюбленность вот как такую крышесносную. Я не считаю, что она нужна. Больше того, она очень опасна. Но понимаете, я неоднократно наблюдал ситуации, когда людей реально знакомили. Они не то, что друг друга где-то увидели и влюбились, их знакомили. Они начинали общаться, и в процессе этого общения начинали друг другу очень нравиться, и это перерастало в настоящую любовь. То есть это вообще нормальная ситуация, когда люди начинают общение без любви, и в процессе общения у них возникают чувства друг к другу. Но если вы общаетесь, а чувства не возникают, то либо вы продолжаете общаться во взаимно дружеском формате, сколько угодно на здоровье, пожалуйста, общайтесь. Если это друг, а если он вот вцепился, прилип, зовет замуж, а у вас никак, ну это что тогда такое? Типа потерять жалко? Да отдайте, он может кому-то сгодится. Если вам-то он не сгодится. Ну это вам в каменоломню тогда. Ещё вопрос. Как не потерять главное совместное развитие супругов духовное? Можно же разменяться на коньки, иностранные языки и так далее. Такое развитие в кавычках может быть бесконечным. Любое развитие может быть бесконечным. Что значит не разменяться? Я, честно говоря, не очень понимаю этот вопрос, потому что... Что такое духовное развитие? Это что? Можно задавший вопрос ответить мне на встречный вопрос? Что такое духовное развитие? Можно без микрофона? Не хотите? Да. Это вот... Я задала вопрос, потому что, ну скажем так, сама обладает потребностью какого-то развития такого, скажем, Нет, что такое духовное развитие? ...светского. И вот, скажем так, если просто один супругов будет увлекаться одним, вторым, третьим, второй будет за ним как-то следовать, то вот в этой всей светской суматохе как не потерять главное развитие, подготовка к вечной жизни, как бы, именно в воспитании себе православного христианина. Можно во... Простите, Бога ради, я понял ваш вопрос, на самом деле, он четко изложен, только я не понимаю, что такое духовное развитие? Ну, борьба со страстями. А как это мешает бороться со страстями? Что именно взаимо... Ну, скажем так, что... То есть готовить мужу невкусный ужин, чтобы он боролся с черевогодием? Нет, нет. То есть вот именно, что наполнение жизни, вот, скажем такими... Ну, вот, скажем так, хобби... То есть время же, оно конечное, да? То есть ты не успеваешь всё. И если вот твой супруг, он увлекается этим, 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 и ты пытаешься тоже развиваться в этом же направлении, то как бы вот за этим всем можно потерять, ну, вот, ну, реально, что перестать читать, например, какие-то духовные книги, ну, перестать даже размышлять над этим, перестать разговаривать вот на эти темы. То есть как раз вот как вот в этой, скажем, советской суматохе совместно развиваться в этом направлении. Вы разговариваете друг с другом о чём обычно? Не, ну вот о чём мы можем поговорить с батюшкой? О том, о чём нам вместе интересно. Вот если нам вместе интересно поговорить о хоккее, мы с ним будем говорить о хоккее. молитве Иисусовой. Если нам интересно с ним говорить о молитве Иисусовой, мы с ним поговорим о молитве Иисусовой. Мы же не будем говорить о том, что нам неинтересно. Понимаете? Мы говорим о том, что нам интересно. Поэтому это иллюзия, что муж и жена могут говорить о том, что им неинтересно. Если вам интересно говорить о Феофане Затворнике, об истории Русской Православной Церкви, о строительстве нового здания и семинарии в Сретенском монастыре, обсуждать последнюю статью Андрея Кураева или наоборот, что там, знаете, я как-то вот, интересная штука, тут вот, не, не буду, ладно. Невозможно, вот когда вы живете с человеком вместе, вы с ним занимаетесь и делаете то, что вам вместе интересно. Если вам интересно говорить на духовные темы, вы будете говорить о них. Если вам интересно говорить на духовные темы, а мужу вашему интересно говорить о хоккее, то он все равно не будет говорить с вами на духовные темы. Ну не будет. Он только опять возникнет ситуация, придут домой, там ты сидишь. Причем нормальные люди, действующие в границах, они никогда не будут друг другу мешать. То есть нормальный муж, абсолютно неверующий, никогда не будет мешать жене ходить в храм по воскресенью. Больше того, подвезет и оставит ее там. А сам пойдет с друзьями пить пиво. И если вы не хотите, чтобы он в это время пил с друзьями пиво, то вам надо либо было выходить замуж за другого, вы же понимали, что он не ходит в храм по воскресенью, либо думать, что лучше мы поедем с ним на дачу в воскресенье, а в храм я скажу в среду, когда у меня библиотечный день. То есть вы все равно, но на самом деле, что важно, я ведь не говорил, что вы должны подстраиваться под интересы друг друга. Это такой момент, на самом деле, скользкий. Если ваш муж увлекается экстремальными горными лыжами, ну так получилось, православный хороший парень в храм ходит, исповедуется, причащается, но увлекается экстремальными горными лыжами. Значит ли это, что вы должны тоже начать увлекаться экстремальными горными лыжами? Я и спрашиваю, обязаны ли вы начать увлекаться экстремальными горными лыжами? Конечно нет. У супругов, на самом деле, это тоже важно понимать, обязательно существует зона автономности друг от друга. То есть если ваша жизнь, условно, тут у нас нет доски, можно обозначить кружочком вот ваша жизнь, а другой кружочек это жизнь вашего мужа. Насколько они должны пересекаться, вот у них есть общая зона, знаете, как колечки свадебные изображают вместе, вот у них есть общая зона, они должны полностью стать одним колечком, как вы думаете? Нет, конечно, не могут и не должны. Значит, есть общая зона общих интересов, об этом очень важно думать. То есть если вы обнаруживаете, что у вас с мужем вообще нет общих интересов, это плохо, и это то, что действительно разрушает брак. Это то, с чем люди часто сталкиваются в серьезном возрасте, типа дети выросли, до этого дети были зоной общих интересов, дети выросли, и оказывается, что нас ничего уже и не связывает, каких-то других интересов нет. Это надо понимать, и к этому даже заранее нужно готовиться. Если здесь есть люди уже пожившие в браке, надо понимать, что к этому тоже нужно готовиться. Что лучше, когда интересов общих много. Это не обязательно хобби, не обязательно горные лыжи, или шашки с шахматами, или марки. Но общие темы и общие интересы должны быть обязательно. Потому что мы всегда дружим на общие темы. Жена или муж, это кроме того, что это отец твоих детей, любовник твой, глава в семье, добытчик, он еще и друг. То есть жена это твой друг. А чтобы это было, должна быть та самая зона общих интересов. Дружим мы всегда по поводу. Это очень важно понимать. Это не вообще некая родственность душ, это именно родственные отношения или любовные отношения. А дружба всегда по поводу. Где возникает дружба? Она всегда по поводу. Школьная дружба по поводу школы, университетская тоже по поводу университета, армейская по поводу армии, дружба в гараже по поводу общих увлечений автомобилями, дружба в храме, по поводу общих интересов в духовной жизни. Потом она может остаться. То есть я до сих пор встречаюсь со своими университетскими друзьями. Но мы сейчас с ними в общем не дружим. Хотя нас связывают многое. Общие воспоминания, общие чувства. Мы с радостью встречаемся. Мы уже как бы родственные. У нас есть много чего связывавшего нас тогда. Но сейчас бы мы и не дружили, если бы не было общей темы. Поэтому общие темы с мужем быть должны. Но тянуться за ним или за ней во всем совершенно не обязательно. Особенно если у вас это не очень круто получается. Если ваш муж 10 лет занимается экстремальными горными лыжами, и вы решите с ним куда-нибудь поехать, то на фоне других участников мероприятия вы будете выглядеть не комильфо. И если на первом этапе это может вызывать умиление, знаете, как умиляются детским лепетом. Вот ребеночек что-то там говорит или делает первые шаги. И все говорят, ути-пути-пути-пути. Какой милый. То на самом деле и мы людьми тоже начинающими, взрослыми, тоже можем умиляться. То дальше человек начинает восприниматься как тормоз. Под него надо подстраиваться. Он начинает раздражать. Не надо тянуться за супругом. Там, где вы тянуться за ним не можете. Лучше в это время, как девушка замечательно посоветовала, займитесь чем-нибудь своим. Пусть он за вами тянется. Или если ваша жена искусствовед, вам очень важно понять зону его интересов. И пару раз съездить с мужем на лыжах тоже можно. Даже если вы в это время сидели в детской комнате. Или были на учебном склоне. Вы его понимаете. Вы прокатились пару раз на горных лыжах совсем не экстремально. И вы понимаете, почему он этим увлекается. И сходить пяток раз, можно даже без жены, в третий ковку, почитать пару специализированных журналов, чтобы понять, что там для вашей жены искусствоведа вообще, чем она живет. То есть понимать надо, но увлекаться по-настоящему совершенно не обязательно. А искать какие-то общие темы, в которых вы... А уж о духовном, это если есть такой общий взаимный интерес, пускай. На самом деле есть такой потрясающий закон. И вы, наверное, это видели кто-то на себе, а кто-то на других. Иногда смотришь на человека, вот владыка Тихон, как устроитель всего этого великолепия, в котором мы с вами находимся, когда он все это успевает? Вот когда он успевает о духовном поговорить, и строительством заняться, и семинарии, и такую плеяду, значит, романахов тут воспитать? Когда он успевает? Он что, вообще не человек? Или он какой-то особенный, семижильный? Да нет, просто на самом деле нет. Понятно, что он одаренный человек. Но закон такой, чем больше ты делаешь, тем удивительно, тем больше времени и сил у тебя остается. Время обладает уникальной способностью каким-то образом спрессовываться, когда ты успеваешь чего-то. И жизнь окажется длиннее на самом деле, потому что мы время нашей жизни меряем событиями, и тем, что мы сделали. Бывает, просидел целый день на диване, и времени ни на что не хватило. Я собирался и посуду помыть, и ВКонтакте на письма ответить, и ничего-то я не сделал. Хотя был целый день, куда он делся, непонятно куда. А тут, значит, и там, и сям, и тут. Поэтому мы устроены, вообще наша психика и наша душа устроены таким образом, что чем больше я делаю, если мы не говорим там про работу на износ, а именно про то, что дает нам тот самый драйв, ту самую движуху, то вдохновение, когда мы делаем. Знаете, это же как, ты в спортзал пришел, или попробуйте начать бегать. Есть тут люди, которые бегают по утрам. О, слава тебе, Господи, хоть один я нашел. Два. Значит, как сложно первый раз выйти, как тяжело первые разы, первую неделю бегать, и дыхалка там, и сердце, и вообще погода плохая, и времени ведь нету, я же не выспался. Но зато, когда ты втянулся, что с тобой, когда ты не побегал? То есть это даю, ты вроде бы отнял полчаса, потому что хотя бы там 20 минут побегать, 10 минут душ принять, еще что-нибудь там, ну, на самом деле минут 45 надо. То же самое со спортом, то же самое с любым делом, которое, а ведь ты же потратил силы на бег, у тебя должно быть меньше сил. Скажите мне, бегающие, после того, как вы побегали, у вас меньше сил? Больше. После того, как ты потратил время и силы на то, что ты не из-под палки, как бы сделал то, что тебя вдохновляет, сил будет больше. Это касается молитвы. Когда ты вдохновенно там молишься, ты, не знаю, какая-нибудь там первая неделя Великого Поста с утра, сколько богослужения длится? В семь началось, к двум часам закончили, а вечером уже канон Андрея Критского и пожрать не дали. А силы откуда ты? И летаешь, и крылья выросли, хотя, казалось бы, а еще на работу ходить надо, не все же в монастыре живут. А сил больше, то, что ты, а если ты на службу пришел из-под палки, и всего-то она длится полчаса, ты уж и на одной ноге постоял, и на другой, и посидел, и полежал, и постоял, да когда же оно кончится? А всего-то полчаса. Поэтому я и говорю, что нужно делать то, что вдохновляет. Тогда появятся силы и на остальное. Если родители хотят развестись, но остаются вместе ради ребенка, полезно ли это для детей? Ведь они чувствуют нелюбовь между своими родителями. Чего я так вздыхаю? Вопрос, как бы он двойной вопрос. Либо мы должны сейчас и первую часть разобрать тоже по поводу того, что родители хотят развестись. Все-таки с православной точки зрения, давайте мы по православному ответим на этот вопрос. Если отвечать на этот вопрос по православному, то родители хотят развестись, это вообще не тема. Есть несколько серьезных причин, прописанных в последнем документе, принятом на соборе два месяца назад, о канонических основах православного брака. Всем читать этот документ в обязательном порядке. Там указаны причины развода. Причины, которые церковь считает удовлетворительными для развода. Если мы имеем дело с этими причинами, и церковь говорит, да, эти основания достаточно для того, чтобы развестись, вы все попробовали, батюшки подключились, психологи подключились, друзья, товарищи, все, ничего не выходит, вот причина никуда не девается, можно разводиться. В этой ситуации для ребенка лучше, чтобы родители развелись. Если реально они живут как в аду, но при этом, значит, что это дает? Вот представьте себе, когда мы говорим, что люди, что в этой записке, собственно, содержатся. Что важно ребенку? Мы сейчас о ребенке говорим, хотя вопрос не совсем. можем, или вообще это не наш вопрос, сегодняшняя тема? Хорошо, отвечаем. Значит, что важно ребенку? Чтобы родители были, первое, второе, чтобы они любили его, ребенка, и третье, чтобы они любили друг друга, или хотя бы нормально друг к другу относились. Ну, хотя бы нормально друг к другу относились. Значит, в случае развода, поэтому необходимо обеспечить очень важные условия. Родители должны расстаться людьми. Это крайне важно. Это очень плохо понимают православные люди. Обычно люди православные, расставаясь, расстаются очень жестко. Значит, не играй в мои игрушки, не писай мой горшок. Вот, по этой самой схеме. Ты гад, ты сволочь, ты предатель. Значит, чтобы ноги твоей больше не было, я тебя не пущу к нашим детям, и так далее. И вообще, это не твои дети, это мои дети, будь ты проклят, и всякие неприятные дополнительные слова. Понятно, почему это происходит. Потому что именно православные воспринимают своего мужа и жену как самого себя. И поэтому для них разрыв это не просто расставание с тем самым другом, спутником, партнером, а это вот разрыв по-живому. И поэтому расстаются так жестко. Но даже в этой ситуации я очень настоятельно советую, даже если все было очень жестко, расстаться максимально по-хорошему. Что значит по-хорошему расстаться? Во-первых, сказать друг другу спасибо за то хорошее, что между вами было. Ведь не могли же люди жениться, чтобы там не было ничего хорошего. Это раз. Второе, сказать, ну как, ты свободный человек в свободной стране, ты свободен перед Богом, это твой выбор, я за тебя не отвечаю, я не знаю, что думает о тебе Бог, я не знаю, что он думает обо мне, обо всех нас, поэтому мы теперь друг другу кто после того, как мы расстались. Вот человек развелся с женой, он теперь со своей бывшей женой друг к другу кто? Нет, он теперь ей отец ее детей, а она ему кто? мать его детей. И это никуда не денется. Это навсегда. Человек родился, нельзя его родить обратно. Значит, он отец ее детей, она мать его детей. И об этом им общаться всю оставшуюся жизнь. Если там не идет речь об отъеме родительских прав, об усыновлении, там еще о чем-нибудь. Вот. И об этом надо уметь нормально и по-человечески общаться. Поэтому ребенку, а вопрос задан именно о ребенке, я поэтому отвечаю с точки зрения не их отношений, а с точки зрения ребенка. Очень важно, если вы о ребенке заботитесь, чтобы у него остался любящий папа, и чтобы у папы была возможность с этим ребенком общаться. Неважно, с кем он останется, с папой или с мамой, это тоже сложный вопрос. Дети остаются и с папами, и с мамами. Чтобы у него была возможность общаться с мамой, чтобы папа его любил не раз в год. шоколадку дарил, а реально любил. А папа будет его любить только тогда, когда ему будет дана возможность реально постоянного общения, когда мама не будет говорить про папу гадости, что он нас бросил, а папа не будет говорить ему гадости, что я не мог жить с этой стервой или еще что-нибудь в этом духе. Понимаете, что они должны заключить соглашение, что друг о друге ничего плохого. Иметь возможность и маме, я говорю, еще раз подчеркиваю, о ребенке говорю, об интересах ребенка в данном случае. Должна быть возможность у папы встречаться с ребенком, нормально проводить время, воспитывать его, у мамы должна быть возможность, даже если папа запойный алкоголик, он бывает трезвым. И, как правило, запойные алкоголики достаточно хорошие люди в нормальной трезвой жизни. Именно поэтому многие женщины и не понимают, и не могут, и вот у них этот разрыв шаблона, он же нормальный, хороший, добрый, ответственный мужик, когда не пьет. И в этой ситуации надо четкое условие ставить, вот он трезвый, вот ты можешь общаться, если хоть чуть-чуть, договорились, договорились. И дальше у мамы с папой должны быть нормальные отношения, о чем? О ребенке, а не родители этого ребенка. И об этом они должны говорить. Больше ни о чем. Все. Можно следующий вопрос? Можно ли совмещать семью с другими занятиями? Или женщине нужно полностью посвятить себя семье и дому? Ну, в общем, я отвечал на этот вопрос на предыдущей встрече. Женщины разные. И слово посвятить себя семье и детям, это слово, в которое может быть вложено очень разный смысл. Если женщина ничего не знает и не интересуется, кроме стирки, готовки, уборки, то тогда, конечно, очень сложно. Понимаете, когда вы впервые в жизни читаете, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, вот, это вдохновляет, это классно. Вы осваиваете новый для себя вид деятельности, вы развиваетесь, воспитывая своего ребёнка, вы осваиваете новые методы воспитания, новые сферы общения для себя открываете. Женщина, родившая ребёнка первого, второго, третьего, она, безусловно, развивается. Просто даже в своём материнстве раскрываются какие-то черты её характера, много чего в ней меняется. Особенно, если она читает литературу на эту тему, обсуждает это дело с подругами на каких-нибудь форумах типа baby.ru или ещё что-нибудь, читает книги, интересуется, движется, общается, всё нормально. Но бывает, что женщина воспринимает это просто как тяжкую обязанность, это совершенно не вдохновляет, для неё это тяжёлое ярмо. В общем, женщины разные, и вкладывание слов посвятить семье и детям тоже очень разное. Как я уже сказал, мы все должны двигаться и развиваться. И в общем, если мы берём некую идеальную какую-то ситуацию, на это должно хватать очень много чего. Такие ситуации редко встречаются, когда у женщины хватает силы на детей и на мужа, и на какую-то работу. Очень хорошо, когда мы сейчас в городе живём, в Москве часто работа бывает такая онлайн, то есть ты не обязательно ходишь на работу, но ты выполняешь какие-то важные задания, ты что-то отсылаешь там, ты в чём-то участвуешь. У меня есть знакомая мамочка, многодетная очень, которая вышла замуж в 17 лет, закончила, ну в 18 на самом деле, ну почти в 18. Закончила университет, во время обучения в университете родила троих детей, не уходя в академию. Защитила кандидатскую диссертацию, не уходя в академ. В результате там такой паровоз уже детей, человек продолжает активную деятельность, в том числе педагогическую, просветительскую, общественную и так далее. То есть при этом у них в семье нету домработниц, уборщиц, помощниц и так далее. Вот такая батарейка у человека внутри, когда хватает себя на всё. При этом я знаю женщин, которые родив одного ребёнка, потом два года ходят по стенке, не способные вообще ни на что. дай бог там от кровати до туалета дойти. Поэтому разные ситуации бывают. Другое дело, что опускаться, если у тебя есть свободное время, лучше не садиться за компьютер в социальных сетях или в бесконечных сериалах. Лучше найти для себя какой-то активный. Отдыхать надо... Вот тут вопрос об отдыхе. Отдых должен быть максимально активным. Это как с вином. Пить с горя нельзя. А с радостью можно. Вот. Так же и тут. Отдыхать надо активно. Пассивно просто. Ну, иногда можно. Бывает, если ты вообще ничего не... Лёг и пролежал на трое, глядя в небо там сутки. Бывает такое, если ты совсем устал, вымотался. Но не то, что ты каждый день, приходя домой с работы, у тебя там пиво, компьютер, ещё чего-нибудь и как бы больше ничего. Должны ли девушка и мужчина быть схожи по психотипу? Не обязательно. Совсем не обязательно. Они сошлись. Вода и пламень, стихи и проза, лёд и камень. Помните, поэт сказал, я, может быть, не очень точно цитирую. На мой взгляд, совершенно не обязательно. Если люди... Они должны быть, понимаете? Вот люди, когда я говорил про то, что они должны соответствовать друг другу по уровню, по масштабу личности, не обязательно в одном и том же. Понимаете? Но человек должен быть действительно у одного одного, у другого другое. Есть такой интересный момент. Я не прямо на вопрос отвечу. Вопрос и тема, которая очень плохо иногда понимается. Когда вы смотрите на богатого мужчину, не очень симпатичного, но такого богатого не в смысле наследство получил, а в смысле добился, заработал, там у него дом, самолёт и так далее. И уже в возрасте, и молодую красивую девушку, невесту. Что вы думаете о ней? Из каких соображений она вышла за него замуж? Вы ошибаетесь. Потому что вы ошибаетесь. Я почему и говорю, что я хотел рассказать вам об одной частой ошибке, которую допускают женщины, глядя завистливыми глазами на женщин, которые вышли замуж за состоятельных мужчин. Дело в том, что состоятельность мужчины это один из признаков его общего уровня. Это очень сексуально. Понимаете? То есть эти женщины... Нет, есть стервы, которые выходят замуж по расчёту или так далее. Всё это бывает. То есть не то, что вы в 100% случаев не правы. Но в большинстве случаев эти женщины действительно по-настоящему любят этих мужчин. Это брак не по расчёту. Просто привлекательность мужчины это не 90-60 на 90. А это в том числе и способность обеспечить семью. Это способность обеспечить соответствующий уровень жизни. Это его статус в глазах других мужчин и женщин. Понимаете, да? Это его общая крутизна, я бы так сказал. Поэтому, когда я говорю про то, что люди должны соответствовать... А она чем взяла его? А вот тем самым 90-60 на 90. Ну я условно говорю. То есть ему она соответствует своим имиджем. Не прямо телом, я не буду пускать это дело до уровня совсем телесного. Она ему соответствует своим имиджем. Он действительно её полюбил. Старый дурак. А она тоже действительно его полюбила. Потому что он крутой. Понимаете, да? Не то, что он ей теперь отмусолит там деньги, оставит наследство. А он крутой. Вот люди должны этой самой крутизной друг другу соответствовать. Я специально привел этот пример, потому что это совсем из разной области. У него эта область какая? Это даже не финансовая область. Это область его социальной состоятельности. Он добился серьёзнейшей социальной успешности. Он успешен. Там губернатор какой-нибудь. Не обязательно бизнесмен какой-нибудь. Он ещё что-то. Он генерал. Десять тысяч солдат скажут «Есть» и пойдут на пулемёты. И умрут. Потому что он так сказал. Это круто. Конечно, круто. А то, что он ещё при этом толстый, ну это же не так страшно. Нет, давайте мы конкретные примеры разбирать не будем. Я говорю в целом про то, что мы сейчас о чём говорим? О соответствии. Понимаете, да? Поэтому, например, женщинам или девушкам нравятся молодые симпатичные мальчики. Чем они берут? Молодостью и симпатичностью. Если он несостоятельный, он может взять симпатичностью. А некрасивые, несимпатичные, толстенькие мальчики девочкам не нравятся. Но к 35-40 годам, добившись много чего, он начинает нравиться женщинам. Хотя он вроде бы всего лишь постарел и даже ещё больше лысым стал. Но он начинает нравиться девочкам, которым он не нравился. Он реально начинает нравиться. Понимаете, да? Не то, что они такие меркантильные. Поэтому в разных областях. Но они должны друг другу. Мезальянса быть не должно в целом. То есть мы там на весы такую гирьку, сякую гирьку, такую, 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 такую. Внешность, состоятельность, умение говорить. Я, например, бедный, но я говорить умею красиво. А этот косноязычный, но зато у него, он может как бы красиво ухаживать, в Старбакс пригласить, а не просто там кофе в бумажном стаканчике налить. Это же красиво, вдохновляет. И такси за тобой прислать, а не посадить на электричку на Курском вокзале. Да. Братья и сестры, время наше подходит к концу. Хочет кто-то еще задать свои вопросы? Времени у нас мало, поэтому на все вопросы ответить не успею. Ну давайте. У меня муж второй, но хороший. Но брак у нас неравный. А первый был на меня больше похож, но я убежала. С ним нельзя жить. Давайте так. Личные вопросы я не обсуждаю. Это в личном порядке. Да, мы обсуждаем вопросы общего характера. Простите. Второй вопрос. Если муж занят или даже играет в компьютер, а жена поет с регентом или отвлекается на старца и тому подобное и идет домой веселая, приемлемо? Почему нет? Нет. Вопрос в том, что еще раз говорю, у людей запросто могут быть свои разные интересы. Вопрос в том, что у них обязательно должны быть общие интересы. Если общих интересов нет, это плохо. Если люди пересекаются в доме как соседи и встречаются только в постели, а иногда и там не встречаются, то это плохо. А если люди, есть им о чем поговорить? Если ты ждешь мужа, а он ждет тебя, и у вас есть хотя бы полчаса. Поэтому я, например, всегда советовал, уложив детей, обязательно вместе о чем-то вечером поговорить. Как день прошел? Что тебя волнует? А что у меня было? То есть должно быть какое-то пространство, где они вдвоем обсуждают и делятся тем, что интересует их двоих. Если этого пространства нет, если они только занимаются общими темами, это сложно. А если на момент свадьбы были общие темы, а потом в большинстве какого-то времени меня переклинило, и я начала ходить в храм, посещать лекции, взлететь в области, смотреть видеоролики с Максимом Тюрвозбанским, а еще в каких-то моментах он и батюшка сказал, а он сказал, что так было бы говорить, ну начало. Нет, вообще разность духовных интересов, это... Я подчеркнул, что я на самом деле, конечно, я с этого начал, не разбираю все причины, которые могут разрушать брак. Конечно, разность духовных интересов это серьезная больная точка, и это серьезная проблема, когда там жена-атеистка, а муж мусульманин, или там жена православная, ну это сложный вопрос, но на самом деле, вот как мне рассказала одна женщина замечательная из поколения белых платочков, так называемого, советского, когда те самые бабушки, которые ходили в храм, она говорит, я всегда бегала к ранней, я бегала к ранней воскресенье, муж в 9 часов просыпается, я уже дома, и завтрак готов, и у него нет никакого повода для недовольства, я у него ничего не отнимала, там, я вам сегодня между делами тоже уже говорил, ходите в храм, там, по средам, например, а не по воскресеньям, если муж ждет от вас поездки на дачу. Ранние есть в 7. Ранние есть в 7. Вот, проблема, у мужа возникает, знаете, какая проблема? Он очень часто думает и реально чувствует, что батюшка стал, то я был главным, а теперь главным стал батюшка. Вот, и это неправильно, это неправильно, поэтому уж если вдруг в период неофитства, именно неофитства, такое случается, значит, надо набираться мудрости и не вываливать на мужа всю сложную гамму своих переживаний духовных. Вот, надо понимать, что да, сейчас он к этому не готов, сейчас он этого не хочет, но и не надо, значит, пока тоже. Он же свободный человек, не надо его сразу в обязательном порядке кинуть за собой. Пускай, значит, есть как есть. Ну, представьте себе, что если муж вам начнет рассказывать все ваши проблемы, которые вам не интересны или вам не нравятся. Понимаете, когда мы говорим, что мы должны быть друг с другом откровенны, ну, до разумных пределов, если вы мне сейчас понравились, должны я об этом рассказать вечером жене? А? Как вы думаете? Конечно, нет. Конечно, нет. Значит, бери, а почему я не должен ей рассказать? Я могу покаяться, да, вот я гляну, такая девушка была симпатичная, я вот посмотрел на неё и прям что-то меня в сердце укололо. Прости меня, жена. Надо ей так сказать? Конечно, лишнее. Почему? Я должен её пожалеть, зачем я ей принесу какие-то дополнительные переживания? Зачем я её уколю? Если я скажу, а на меня девушка симпатичная посмотрела, это я могу ей рассказать, то, что я вам рассказывал, она понимает, какой крутой у меня муж, подумает она. А если вдруг я посмотрел, об этом я не должен рассказывать, потому что, как вы правильно сказали, жену надо беречь, и мужа надо беречь. Если вы чувствуете, ну вы же не дурочка, что раз, два, вы что-то мужу говорите, а ему это не нравится, ему это не нужно, ну не надо ему об этом рассказывать. Зачем ему? А жизнь свою нужно так устроить, чтобы, ну опять-таки, мы друг друга любим, мы друг друга уважаем, мы понимаем, что у вас есть какая-то зона интересов. Ты ходишь в баню, я хожу в храм, пожалуйста. Ничего в этом тогда страшного нет. Просто вы правильно заметили, что если было, то так, а потом жену, то есть период неофитства для брака очень опасный. Очень опасный. Потому что неразумные женщины, действительно, всем сердцем, всей душой, или мужчины тоже, и наоборот бывает, между прочим, и может чуть реже, но тоже бывает. Вот, именно чуть реже, когда включаются всем сердцем, особенно если это там есть еще какая-то общинная жизнь. Тут вот я уже батюшке сейчас рассказал одну интересную историю, которая у меня на этих, вот сейчас прямо на моих глазах происходит. Молодой человек из моего прихода, он, значит, познакомился с девушкой из прихода владыки Пантелеймона. И он говорит, мы, понимаете, какая ситуация, мы на все новогодние рождественские каникулы, там две недели было времени, один раз только с ней вместе погуляли, все остальное время вместе со... Я говорю, что, должен жениться на всем милосердии Ру? То есть она полностью включена в эту самую общинную жизнь. То есть весь ее досуг, все ее труды, работы, интересы, праздники, все там. То есть человек живет общинной жизнью. Хорошо это происходит сейчас до брака. Он может подумать, а ему это подходит или не подходит, когда жена там, а когда в браке это случается, когда вдруг они жили себе нормально, растили детишек, ездили на дачу, и вдруг жену накрыло так, что она вообще больше ничего не видит и не знает. Это сложно, опасно, и я думаю, здесь правильное поведение супруга будет. Нормальные ответственные мужики так и поступают, идет к священнику, к духовнику, и говорит, вот у меня такая проблема. Опять, я сообщение. Он говорит, вы козлы отняли у меня жену. Не надо так говорить. У меня проблема. Моя жена не бывает дома. Она забросила домашнее хозяйство. Она не смотрит на детей. Я не помню, когда она мне улыбалась, потому что она улыбается, как будто мне, когда рассказывает о вас. Если муж это расскажет батюшке, что скажет батюшка? Что жена не права. Конечно. Он скажет жене, что ты давай вот так, вот так, вот так он образумит это. И уже от батюшки эту женщину и внук. То есть ситуацию можно нормализовать. Только опять, не надо скалки там доставать, не надо вынос мозга устраивать. Нужно поступить по-взрослому. Ну что, братья и сестры, если вопросов больше нет, давайте поблагодарим отца Максима. Через неделю также ждем всех здесь в 12 часов дня. Продолжение следует...